Тревал из Чжинчай-Процессии Академии Поляков-Томаревска У нас Прокопенко, вы менялись немножко Добрый день, Прокопенко, Прокопенко, Наталья Алексеевна Платили резервы трудового профессионала в населении Украины Добрый день, уважаемые коллеги Я свой доклад хочу начать с определения Прежде всего, что такое трудовые ресурсы Трудовые ресурсы, этот термин был введен Академиком Струмилиным И с тех пор он широко применяется в социологических, социально-экономических и демократических исследованиях Что же такое трудовые ресурсы? Это, прежде всего, трудоспособное население Кроме того, сюда входят лица, которые заняты при производственной сфере до 16-ти И пенсионеры, которые продолжают работать Трудовой потенциал — это более широкое понятие Это уже совокупная общественная способность к труду Потенциальная беспособность к обществу Его ресурсы труда Так вот, трудовой потенциал и механизмы формирования трудового потенциала Они формируются под влиянием ряда факторов Как количественных, так и качественных Как мы видим, среди количественных факторов очень много тех, которые относятся к демографическим тенденциям, которые наблюдаются в нашей стране Что касается, я хочу остановиться на численности населения То, надо сказать, что только в 93-й год прошлого столетия Можно отметить, как максимальная численность населения в Украине — 52,2 миллиона человек В последующие годы происходит резкое снижение численности населения По данным Организации Объединенных Наций, каждый год население Украины уменьшается на 0,8% И, к сожалению, мы по темпам снижения численности населения попали в пятерку с наибыстрыми темпами старения Уступая только Болгарии, Латвии, Хорватии и Молдове Начиная, здесь показаны статистические данные 60-го года И, как мы видим, обратите внимание на долю населения в возрасте до 14 лет И долю населения в возрасте 65 лет и старше Абсолютно противоположные процессы произошли То есть, как видите, детей у нас уменьшилось практически в два раза В то же время численность населения 65 лет и старше Увеличилась в более чем в два раза С 3 миллионов до почти 7 миллионов человек Что касается сумманового коэффициента рождаемости Который имеет непосредственное отношение к трудовому потенциалу То он у нас существенно уменьшился почти с 2,2 раза до 1,5 раза Все это, конечно, влияет на трудовой потенциал Влияет на ряд показателей демографических И вот здесь очень наглядно видно Что у нас коэффициент потенциального замещения А этот коэффициент показывает, сколько детей до 14 лет Приходится на 100 человек трудоспособного возраста Он у нас с каждым годом уменьшается Тоже касается и коэффициента демографической поддержки Это отношение трудоспособного населения к населению 65 лет и старше Но у нас, я вам хочу сказать, не такое уж страшное положение Со старением населения, как, допустим, в Италии, Греции, Латвии и Эстонии Здесь, на этом слайде, я представила, как изменились соотношения Начиная с 90-го года и по 16-й год Это соотношение между общим числом пожилых людей в возрасте 65 лет и старше Числом листов трудоспособного возраста от 15 до 64 лет Страны Евросоюза и Украины Как видим, Украина отмечена красной такой точкой Что изменения такие у нас несущественные У нас были колебательные процессы То есть у нас в одни годы увеличивалась доля 65-летних Потом она инициативно уменьшалась Так что рост у нас в сравнении с рядом европейских стран Стран Европейского Союза не такой существенный Но однако же, вот эти демографические изменения Суммарные коэффициенты рождаемости довольно-таки низкие Смертность в особенно трудоспособном возрасте Нанесли существенные изменения в структуре производственных сил То есть в структуре трудоспособного населения Здесь я привела данные с 59-го года и по наше время Как мы видим, что доля 15-29 лет А это, в принципе, тот трудовой потенциал Который наиболее существенно влияет на трудовые ресурсы То есть он существенно уменьшился Почти в два раза Был более 40%, стал чуть больше 20% И увеличилась доля лиц в возрасте 30-49 лет И 50+. Это касается и мужчин, и женщин Большое значение в определении трудового потенциала Имеет такой показатель, как средняя продолжительность Предстоящая жизненно целения в трудоспособном возрасте Это число лет жизни между возрастом вступления в трудоспособный возраст И возрастом выхода из него, но с учетом смертности Впервые этот показатель был введен в 1939 году И с тех пор он очень часто применяется И именно этот показатель необходим При проведении пенсионных реформ и при определении трудового потенциала Но я хочу еще сказать, что на основании таблиц смертности Мы, применяя подход Корчака Чепурковского Определили средний возраст уменьших в рабочем возрасте Оказался он в 1947,4 годах И среднее количество лет жизни не дожитых умершими в рабочем возрасте Это 12,6 лет Максимальный возраст трудоспособного возраста, если не учитывать смертность 44 года То есть потери большие Здесь мы вычислили тоже на основе таблиц смертности И на основе не только таблиц смертности А еще на основе, с учетом статистических данных по занятости населения Значит, среднюю продолжительность периода трудовой деятельности И среднюю ожидаемую продолжительность жизни При достижении нижней границы возрастной группы То есть сколько предположительно достигнув нижней границы возрастной группы Человек будет работать И сколько же он будет фактически жить Типа ожидаемой продолжительной жизни Как видим, в каждой возрастной группе Очень большая разница между трудовой деятельностью и ожидаемо продолжительность жизни. Надо сказать, что достигнув 60-летнего возраста, значит, наши женщины могут жить еще 20 лет, а мужчины 15 лет. Но вот этот график показывает существенные потери трудового потенциала. Здесь я как раз сняла, вот 59-й год, это данные, которые были рассчитаны Стежинской Еленой Ивановной. Елена Ивановна возглавляла несколько лет лабораторию профессиональной трудовой реабилитации. А вот 16-й год, это уже наши данные, тоже рассчитанные по таблицам смертности. И черная линия, это как бы доживаемость. То есть сколько человек, сколько тысяч человек и 100 тысяч выживает, значит, достигнув определенного возраста. А пунктивная красная линия, это занятость этой категории, этой возрастной категории. Как мы видим, в 59-м году идет сближение, как бы, этих двух линий. А в 16-м году очень отдаление этих двух линий. То есть здесь налицо потери трудового потенциала. Тем более я хочу обратить внимание, большая потеря еще происходит в более молодой группе, 15-29 лет, и уже старше 50 лет. Если 15-29 лет, можно в какой-то мере объяснить тем, что здесь студенты, учащиеся, которые только готовятся к производственной деятельности, если не вступили в нее, но еще нужно учитывать очень важный фактор, который обострился в последнее время, это внешняя трудовая миграция. Вы знаете, что очень много людей выехало в последние годы. Официальных статистических данных нет, но есть разные данные, и это число варьирует от 8 до 10 миллионов человек. То в пожилом возрасте, после 50 лет, это, конечно, инвалидизация и безработица. Надо сказать по безработице. Безработица у нас сейчас достигает для трудоспособного населения до 9,7% по международной организации труда. То есть трудовой потенциал — это такой обобщающий, системный показатель, который, вроде бы опираясь на трудовые ресурсы, но в то же время он учитывает и занятость, и количественные и качественные характеристики трудового ресурса, и рабочие места. Какие же пути повышения трудового потенциала? Повысить рождаемость, на мой взгляд, это проблематично. Дело в том, что такие суммарные показатели рождаемости, они, в принципе, характерны для большинства европейских стран. В Германии тоже 1,5 десятка. Они ничего, живут нормально, они процветают. Повысить смертность. Повысить смертность, на мой взгляд, необходимо. Я еще вспоминаю, как... Повысить смертность? Нет, понесить смертность. Ну, а я вспоминаю, когда Владимир Владимирович мне задал вопрос когда-то, он всегда интересовался темографическими и социальными процессами, и он мне задал вопрос. Что, на мой взгляд, больше влияет на численность населения, рождаемость или смертность? Я тогда в свое время ответила, что и рождаемость, и смертность. А вот сейчас я уже так думаю, что все-таки, наверное, смертность оказывает большее влияние на численность населения и на трудовой состав населения. Потому что, к сожалению, у нас очень низкая трудовая жизнь. Вернуть внешних трудовых мигрантов, это тоже проблематично. Пока не будет улучшены условия труда, мы их просто не вернем. И следующее еще, смещение границ трудоспособного возраста. Конечно, это возможно, но при определенных условиях. Вот здесь я провела анализ, значит, ожидаемой продолжительности жизни и возраста выхода на пенсию по странам Евросоюза и Украины. Это классерный анализ. И здесь видно, что европейские страны сбрукировались в три классера. Украина стоит отдельно, как в стороне. Она не вписывается ни в один из классов. Здесь, значит, один классер представлен бывшими странами советского пространства, социалистического пространства. Это Польша, Германия, Румыния и так далее. Потом есть страны, которые имеют довольно-таки высокую продолжительность жизни и сравнительно низкий возраст выхода на пенсию. И страны, которые имеют высокий продолжительность жизни и высокий возраст выхода на пенсию. Что касается занятости людей пожилого возраста, тоже по странам Европейского Союза и Украины Украина выделена красными и желтыми столбиками, тоже в динамике от 2005 года до 2016 То мы видим, что среди пенсионеров занятость увеличилась, но незначительно Допустим, в Великобритании увеличение очень значительное, и тем более, обратите внимание, что эта статистика проведена для важных людей в возрасте 65-69 лет в странах ЕС и наших пенсионеров Как вы знаете, что там пенсионный возраст выше нашего, поэтому здесь сравнение по возрастным категориям, конечно, не совместимо А что касается пенсионера там и пенсионера здесь, то можно сравнить То есть у них резко повысилась занятость именно даже в кризисный период Таким образом, как я уже говорила, что для того, чтобы способствовать занятости пожилых людей в Украине, необходимо ряд условий Разработана структурная схема, здесь она представлена блочная, это структурная схема Эти условия, они подразумевают и государственный уровень, и индивидуальный уровень Прежде всего, что касается государственного уровня, это программы занятости, которые у нас по существу для пожилых людей вообще отсутствуют Вот программы переподготовки, переподификации Кроме того, законодательная база Хоть мы подписали и ряд конвенций, которые, в общем-то, запрещают дискриминацию по возрастному принципу, так называемой эль-жизни Но, к сожалению, в жизни происходит противоположный процесс, потому что 70% работодателей просто не желают принимать на работу людей пожилого возраста Нужно учиться у европейских стран, у той же самой Германии, у которой вообще с 55 лет законодательно пожилой человек, ну, еще не пожилой человек, еще не пенсионер Но он уже имеет право работать, допустим, полставки, но при этом ему 20%, а то и 30% это есть госслужащие, компенсируется То есть, получается, 70-80% своей зарплаты он получает, работая на полставки Что касается эргономии, что касается геронотехнологии, то здесь у нас очень большой вопрос Это в какой-то степени уже в Японии это очень широко развито, в Германии, в странах Европы тоже так хорошо Да Ну и, значит, далее Давайте поговорим о сферах, где работают наши пожилые люди Значит, наши пожилые люди в основном как работали, так и работают после перехода в промышленности В странах Евросоюза пожилые люди в возрасте 50-64 года тоже работают в промышленности Тоже, большинство из них работают в промышленности, но достигнув пенсионного возраста, 65 лет и старше Они уже уходят в сферу самозаженности, сельское хозяйство, рыбных промышленностей То есть структура занятости существенно меняется Мы знаем, что с возрастом замедляются физиологические процессы, нарушается, затрудняется деятельное сохранение внимания, нарушается восприятие информации и так далее Они будут перечислять, потому что этому будет посвящен более подробно следующий доклад Мы провели обследование среди пенсионеров и пенсионеров, работающих на предприятиях города Киева И выяснили, что многие показатели функциональных систем организма не соответствуют возрастным нормам Это просто я уже пропускаю, не буду на этом акцентировать внимание Кроме того, выявили те условия жизнедеятельности, которые влияют на формирование патологий в пожилом возрасте И расставили их по ранговым местам То есть по значимости, как мы видим, именно условия работы, характера работы, режим работы Особенно мужчин оказывают очень большое влияние Кроме того, на мотивацию в пожилом возрасте большое влияние оказывает какой же мотив Есть ли у пожилого человека мотив, цели, задачи в проведении своей трудовой деятельности? И как мы выяснили, у нас это в основном материальные трудности Но, кстати, в европейских странах также материальные трудности занимают первое место Но, правда, у нас более 60%, у них 37% Но у них есть и Дания, и Швейц, и Астрия, где материальные трудности уходят на второй план А на первый план это работа в коллективе, с клиентами и так далее Насчет материальных трудностей, насчет материального дохода пожилых людей Просто остановлю, что по данным европейских стран Ожидаемая продолжительность жизни находится в положительной корреляции от индекса дохода А занятость находится в отрицательной корреляции от индекса дохода 65-летних и старших Но самое печальное то, что большинство наших пожилых людей согласны на любую работу 45,6% мужчин и 37,5% женщин А я бы хотела, чтобы наши пожилые были уверены в своем завтрашнем дне Не были бы востребованы И как вот этот молодой человек, который выполняет сложную работу по, я так понимаю, отладке автомобиля Это работник с немецкого автозавода Мы знаем, что качество немецких машин отличается высоким качеством Так что всем хочу пожелать, чтобы мы дожили до этого возраста Перешагнули и продолжали работать на благо Украины и укрепляя свое здоровье Спасибо Спасибо, доктор Алексеевич Кто сейчас будет из лаборатории? Мы можем обвинуть, чтобы всех можно Да